Итак, мы остановились на женском непроизвольном проклятии мужчины, который лишил ее невинности. Вот, кстати, один из методов преодоления гравитации, сил гравитации. Я вообще технарь, по сути, поэтому то, что наговариваю сейчас, мне тяжело дается. Эти письки жопкие. Ну, с другой стороны, она не обломилась, я считаю, необходимо им поделиться. Итак, касательно проклятия, еще у валахов встречается такое понятие, как дважды проклятый. Речь идет о том же. Первый, понятно, почему. Я уже сказал, почему дважды, почему второй. Вот, про дважды, речь в том случае, если она девственница и он девственник. В данном случае, что получается, сознательно, несознательно, подсознательно, не сразу, а потом, мужчина, овладевший женщиной, в таком варианте, в таком сочетании, вызывает неуважение. По ряду причин, причем не обязательно сознательно, а может быть, в том числе и сознательно, но, как бы, начинается с подсознательного неуважения. Вот, и с чем, как бы, тоже не рекомендовалось, вот такие сочетания, детственница, детственница. То есть, в любом случае, в любом случае, желательно, чтобы мужчина был, как бы, по-моему, самым Богом. Да, и не случайно, вспомните, когда я говорил про цифры, да, там у нас после... Четырех, когда человек появился, у него выросла рука, пять. Так вот, перед тем, как вырос шесть, и его семьи, это семя поместили, о, вот эта рука, пятая, пятая, это рука. То есть, человек, прежде чем куда-то засунуть свой шесть, он должен что-то сделать. Человек, в смысле мужчина, должен иметь свое дело. То есть, мужчина и дело, это база, после чего уже, там, можно и, там, даже нужно сеять свое семя. Потому что, если человек, мужчина, не внес в свое ДНК свое рациональное хорошее, ну, как бы, он не имеет правильного права для продолжения потомства. Понятно, что не рассматривать, там, крайние случаи, да, когда, там, нужно любой ценой, там, тяжелые времена или еще что-то в этом роде. Но у Ария вообще, и, в частности, у славян это и продолжалось, такое верование. То есть, сперва дело, потом семя. И вот, как бы, ситуация, два, два, три, вообще, для создания семьи, возможно, крайне неблагоприятная, потому что это, в любом случае, всегда какие-то ссоры, неузволенность, там, начиная со стороны женщины, заканчивая, там, обидами со стороны мужчины. Вот, значит, ну, вот, говоря о дважды, вот, ну, не будет он никогда авторитетом для меня. Ну, не будет, да, хоть, там, я не знаю, хоть планету перевернет, вот, ну, не будет. Чисто подсознательно, ну, такие законы, эти законы веками были проверены, вычислены, и, собственно, как бы, есть определенные, были определенные наставления, вот, ну, там, по наставлениям поговорим чуть попозже, когда к вере обратимся, хотя надо уже переходить, заканчивать русским языком, значит, то есть, возвращаясь к девственности и как и что, да, ну, вот, опять же, да, примеры, с одной стороны, уже в постхристианской России, да, там, на большей территории было принято, там, спрашивать, да, во время свадьбы, там, второй день или, там, вечернее время серого дня у жениха, ну, что ты, грязь топдал или лед колол, в смысле, как бы, девственница или нет, там, да, лед колол, если, да, лед колол, гости и, особенно, родственники жениха, представители его, они от радости били посуду, ну, как бы, повторяя то, что делал этот самый жених недавно, вот, и в данном случае, если, так же, какая-то примета, если разбили посуду, что-то разбилось, то все будет хорошо, а если, как бы, не разбили, бить нечего, да, там, получаются встречные претензии, вплоть до разрывов, позора и тому подобное, ну, естественно, это не примета, это, у нас сейчас может быть какая-то примета, а тогда, да, было, собственно, следствием того, если, там, жених колол, то, да, классно, да, разбили, раскололи посуду, все довольны, все счастливы, если жених не колол, что бить посуду, надо начинать бить морду, то есть, как бы, это не примета, это было прямое следствие определенных условий, вот, с другой стороны, то, что было ранее, да, в том числе и на Руси, то есть, как бы, поймите правильно, то, что я говорил, Баба-Яга в определенный, в определенный период, должна была, и ответственные за это были родители, должна была вовремя сорвать вот эту вещь у девочки в определенный период, если этого не было сделано, по ряду причин, да, и так получилось, что на свадьбу женщина приходит девственницей, да, и вот первая брачная ночь, и она лежит под женихом, так вот, вот это вот называлось подложить свинью, то есть, со стороны родителей девушки, вот это, такое действие, это было подложить свинью, свинью, в данном случае, жениху, да, и свинья, в данном случае, была девушка невинная, то есть, это, как бы, считалось плохо, вот, ну, вот, ну, представьте, действительно, свинья, такое отношение будет потом, и уже ничего не поделаешь, вот, как бы, и вот эти вот рассказы, что вот откуда там пошло выражение положить свинью, это там, тевтонские рыцари там где-то на озере, или там, там, мусульманам не то мясо положить, это все, как бы, вот такие фантазии ни о чем. Есть вполне определенные исторические корни, буквально у всех наших выражений. Так, что вам еще? Ну, про право первой ночи понятно, да, то есть, как бы, вот, тут тоже, сами понимаете. Право первой ночи, было у ибана, то есть, в данном случае, ибан, и то, что мы называем Иван, позже, а изначально ибан, это не имя, то есть, как бы, ибан-ёб, ибан-ебич, это, как бы, поздние варианты, когда статус, статус стал именем. Изначально-то это был статус, внедрял у нас, как бы, там, царина Руси, там, до, там, 15-16 века, все были иваны, а, честно говоря, они были не иваны, а ибаны, там, ибан первый, не первый. Четвертый ибан, грозный, видимо, он настолько грозный, что, настолько ибан, что, как бы, там, очень много и хорошо, вот. Значит, это был статус, то есть, в данном случае, то, что я рисовал, да, вот, как бы, в круг входил наиболее достойный, он, в данном случае, был ибан. Ну, если здесь речь идет о невинности, он ебень, да, я говорил про тем и не на конце, что они означают, вот, ну, когда невинности нет, грубо говоря, да, один высокопоставленный клана или, там, соседнего царства, государства, которые у нас были, там, буквально до 18 века, приезжает в гости кому-то к другим, да, он, в данном случае, почетный гость, он тоже ибан, его нужно встретить соответствующим образом, да, соответствующим образом встречали уважаемых гостей, это, там, днем напоили, накормили, вот, вечером ему выдали эту, как бы, подругу, причем, если вы вспомните, вот этот вот наш ритуал встречи с хлебом с солью, там, как бы, сразу, и та подруга, которую он будет потом, и тот хлеб, причем, что такое хлеб, откуда слово хлеб? Ну, это, чтобы, чтобы объяснить более подробно, хлеб и клин, в принципе, это синонимы, просто слово клин немного позже, чем слово хлеб, клин, понятно, что, к, л, е, день, да, там, е, день, и хлеб, хлеб, это укороченное слово, тот же самый хлебень, то есть хлеб это то, да, что нужно для того, чтобы был ебень, вот, и клин, это тот же хлебень, да, вот это, вот это то, что нужно для того, чтобы был ебень, а это, собственно, сам ебень, В чем одинаковость этих слов Поэтому мы когда говорим Хлеб насущный Это не обязательно относится именно К хлебу в виде пшеницы или ржи И тому подобное Вот Так вот встречали хлебом с солью Да он был Должен уважить, поесть И доказать Что он собственно действительно Ебеет Приже к вечеру Причем не обязательно Это были Девственницы Позже это просто были Самые красивые девушки Потом там тоже у нас На России особенно со временем Целый был Институт При государстве Причем Его Крайнее проявление Можно рассматривать При Владимире Ясном Солнышке Который крестил Чтобы ему хорошо было Русь Так вот при нем У него был Он его увеличил еще больше Да в разы Который остался от Святослава Ладно я с историей как бы не учусь Значит Его горефт составлял более 800 Наложниц Располагался от трех городах Основных городах Руси Вот И он выполнял одну по функции Удовлетворению его потребностей Фактически Это был государственный бордель Вот То есть как бы Представителей Других государств Внутренних Все представители Встречали именно Эти представительницы Ну и вообще Как бы там Воспользоваться Услугами этого борделя Это считалось Как там Статусность И тому подобное Значит Этот Ибан Вот так вот Вечером Причем мы Вот Если посмотреть на нас Сегодняшних Мы себя ведем Фактически Точно так же Да Если рассматривать Наша темная А От Ария Да Значит Как мы себя ведем Да Мужчина Который поехал Куда-то В другой город Например Его Послали В командировку Да Ну что он Он приехал Если как бы Нет Супернасмерзе Он первое Что он делает Там ест Потом там Квеччев Выпивает Потом к ночи Ему нужны Вполне определенные Развлечения Это не потому Что он такой там Плохой Такой придумал Это у нас в крови Тысячелетиями Поэтому тоже К этому нужно Относиться Так что Да Есть такая Здавность С другой стороны Нельзя забывать Про светлую Сторону Которая должна Победить Закитенную Или по крайней мере Взять ее под контроль Вот Так что Это что касается Девственности И всего Что здесь Вокруг В нее Связано Вот Ну Как бы Заканчиваясь языком С языком Нужно заканчивать Потому что Все таки Цель Повисования Как бы Гораздо Другая Другое дело Что Без языка Никак Никуда Это база Основа Вот Ну Есть тоже Кроме хлеб Отреденные слова Мать Отец Кстати Отец Это Часть слова Отъебец Вот Позже Отец А мать Очень интересное слово Оно фактически Было Сразу Рождено И Было В ходу Еще на уровне Первобычном Общинно-прайдовом То есть Как бы Вот Подратите внимание Что такое Мать Мать Есть Для такой Лучшей Иллюстрации Есть В английском языке Такое Понятие Mother Father Children Да Насколько Я Знаю То есть Как бы Мать Отец Ребенку Имеется Ввиду То есть Фактически По Смыслу Это Мать Одиночка Так вот Вот это Если мы тут Напишем Мать Одиночка Что тут Будет Будет Баден Баден Да То есть Мать Это Имеется Ввиду Что Ма Она 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 И Отец Своему Чаду Вот И В общем-то Так оно И было Никакой Отец Никогда Долго Не задерживался Сделал Своё Дело И Занимался Другими Другими Возвращаясь К тому же Славьи К тому же По объективным причинам Мужчин было Гораздо Меньше Или как По субъективным Причинам Вот Так что Слово Мать Оно Фактически Означает Мать Одиночка Мать Отец Своему Она же Отец Своему Чаду Вот Значит Ну По словам Я не знаю Будут словать Будут необходимые В процессе Повествования Какие-то Темы Я Буду Обязательно Про них Рассказывать Вот Поэтому Следующее Что Мы с вами Рассмотрим Это Вера Вера Именно Славянская Да Отойдем От Общей Бады Арийской Да Собственно Попытаемся Посмотреть Когда и как Произошло Из-за чего Разделение Вот Кто Разложил Расти Кто Остался Увяз В материальном Вот Ну Пока Все Всех благ Дамы и господа Продолжение следует